Цены на продукты растут во всем мире, и за войны на Украине продовольствия на всех может и не хватить. Для многих стран Азии и Африки это означает голод и беспорядки, которые приведут к массовой миграции, и беженцы отправятся совсем не в Антарктиду. А как Латвия готовится к этому? Несомненно, правительство Каренча будет действовать так же ответственно и своевременно, как всегда, как во время ковид-кризиса или закупки вакцин. Сейчас наше правительство успело только выделить полтора миллиона евро на строительство забора из колючей проволоки. В итоге нашу восточную границу украсит такой же забор, который в прошлом году на польской границе показал свою неэффективность для остановки потока беженцев. Война, голод, внутренние конфликты и поиск лучшей жизни неизбежны в современном мире. К сожалению, механизмы, созданные для помощи людям, сейчас используются как инструменты гибридной войны. Кризис, который мы наблюдали в прошлом году у наших границ, покажется милыми цветочками по сравнению с грядущими вызовами, к которым надо было готовиться уже давно. Когда осенью обострится продовольственный кризис, целью беженцев будет Европа. И не надо быть аналитиком, институтом миграционной политики, чтобы понимать, что потоки беженцев потекут к границам, которые будет легче преодолеть. И если против реальной угрозы потоку десятков тысяч мигрантов у нас есть сетчатый заборчик, овчарка по кличке Рэмбо и политики, у которых особенное понимание приоритетов безопасности, тогда у нас явная проблема. И если даже приближающиеся выборы не вынудили правительство Каренча выступить, хотя бы с обещаниями что-то сделать, то можно ли надеяться, что они наконец-то осознают реальную ситуацию и начнут действовать? Ничто на это не указывает. А осенью они опять скажут, что такого никто не мог предвидеть. Мог и давно. Еще год назад в Сееме я лично предупреждал об этих рисках и призывал незамедлительно, решительно действовать, чтобы быть готовым к этим рискам. Действуя толково и решительно, у нас еще есть возможность подготовиться. Меня зовут Ивар Заринч, и я выступаю за справедливую и безопасную Латвию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова